КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ КОММУНАЛЬНАЯ ПАТРУЛЬ В результате помойка захватила чуть ли не половину улицы. Центр антисанитарии привлекал бродячих собак и бездомных людей. Уборка все же случилась. Смотрим изменения. Контейнер вновь пуст. Частично пустые в округе от него. Главное, появилась возможность добраться до железного ящика. Разгребли мастера завала и по всему периметру. Наш эксперт Дмитрий Лебедь в такой ситуации советует, как можно быстрее обращаться к чиновникам района. В случае отсутствия доступа к контейнерной площадке необходимо обратиться в районную администрацию, специалисты которой компетентны решить вопрос. И уже заставить должностное лицо предоставить доступ к данной площадке. Но ввиду аварийных ситуаций или стихийных беств, все-таки необходимо входить в положение коммунальных служб и, ну скажем так, не сразу обращаться в службы различные, так как все-таки необходимо определенное время для уборки и уже обратиться только после, допустим, недельного срока, когда невозможно получить доступ к контейнерной площадке. Городской субботник уже давно прошел, а мусор вновь появился. Некоторые улицы Бийска покрыты твердобытовыми. Так один из районов Наукограда буквально погрузился в мусор. Ответ на вопрос, почему, искали наши бийские коллеги. Беру и убираю. Вот набросали, иду неравнодушно, утром рано, стою, 6, могу в седьмом прийти, могу, ну как, около восьми. И вот, есть место, я туда брошу. Все, потому что мне это не нравится безобразие. Все. Энтузиазм пенсионеров – дело, конечно, хорошее, но это не повод для бездействия. Свалку надо убирать. Летом зловонный запах расползается по улице, а зимой мимо нее в школу ходят дети. Нелепый пешеходный переход появился на одной из улиц Барновола. Но вот дело в том, что перейти по нему строго, следуя правилам дорожного движения, ну просто невозможно. Мастера, к удивлению прохожих, вкопали столбы и нанесли дорожную разметку, которые не то, что не снизили аварийность, а наоборот ее только увеличили. Новые дорожные знаки, новая разметка. Получается, если точно следовать правилам дорожного движения, то путь с одной стороны на другую заканчивается банальной помойкой. Горожане в шутку назвали этот пешеходный переход «путь в никуда». Вопросов здесь масса, большая часть адресована, конечно же, дорожным службам. В итоге Барноволицы обходят это место стороной, правда для пересечения проезжей части приходится пользоваться этой самой проезжей частью. Абарийность увеличилась, хотя изначально, по задумке авторов этого нелепого проекта, должна была снизиться. Плюсом мастера нанесли зебру, которая тоже ведет всю в ту же помойку. Знаки и разметка оказались в итоге бесполезны. Лучше бы пешеходный переход поставить возле детского сада. Было бы намного лучше. И полицейский сделать. Мы очень этого хотим, все жители этого района, потому что мы ходим в этот детский сад, и машины здесь очень быстро ездят, и ходить невозможно. Правила созданы, чтобы их нарушать. Видимо, эту крылатую фразу дорожные службы приняли как руководство к действию. Иначе как еще объяснить подобные кадры на улицах города. На этом у нас все. Напоминаю, телефон нашей редакции в Барноволе прежний 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон «Факт бездействия коммунальных служб» или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова